Здравствуйте, слушатели видеоурока. Сегодня я проведу с вами урок на грамматическую тему глаголы формы прошедшего и настоящего времени. Мы научимся использовать глаголы в речи. Также вы узнаете, как можно изменять прямую речь в косвенную, в каких случаях употребляются союзные слова «потому что», «поэтому», а какие союзы служат для выражения сопоставления и противопоставления. А материалом для изучения грамматической темы нам послужит текст в аэропорту из книги «Очень простые истории». Итак, посмотрите на эти предложения. Здесь вашему вниманию представлены две модели сложных предложений с союзными словами «потому что» и «поэтому». Итак, первое предложение. «Я заехал днем в аэропорт, потому что обещал встретить гостю». В первой части предложения излагается какой-либо факт, а вторая часть содержит причину этого факта и, соответственно, употребляется союзное слово «потому что». Теперь второе предложение. «Я обещал встретить гостю, и поэтому заехал днем в аэропорт». Во втором предложении союзное слово «поэтому» выражает вследствие того, о чем говорится в первой части предложения. А теперь внимание! Домашним заданием для вас будет составить свои предложения по данным моделям. Что касается союза, выражающего противопоставление и споставление, союз А служит для споставления двух явлений в предложении, а союз Н выражает противопоставление, а союз И выполняет соединительную функцию. И обычно этот союз ставится в конце перед последним словом. Прочитайте все эти предложения и обратите внимание на постановку данных союзов. Внимательно изучите эти предложения, потому что дома вам самостоятельно придется составить предложения по данным образцам. А теперь что такое прямая и косвенная речь? Прямая речь – это чья-либо фраза, переданная без изменений. На письме она обычно заключается в кавычке. Косвенная речь передает эту же фразу от третьего лица с помощью союза «что». Посмотрите на эти предложения. Здесь представлены предложения, модели предложения. Здесь представлены предложения с прямой и косвенной речью. Сергей сказал Марине, что он ездил в Финляндию. Это прямая речь. Сергей сказал Марине, что он ездил в Финляндию. Это косвенная речь. Теперь ваша задача такая. Вы должны данное предложение изменить в предложении с косвенной речью, то есть преобразовать их. Смотрите, преподаватель сказал студентам, сегодня мы идем в русский музей. Подруга сказала мне, прошлым летом я ездила в Польшу. Катя сказала Антону, зимой я летала в Швейцарию. Дальше вы должны уже изменить эти предложения на косвенное. А теперь посмотрите на эти предложения. Из них вы должны составить рассказ о том, что с вами произошло в аэропорту. При этом вы должны заменить данные здесь формы настоящего времени глаголов на прошедшее время. Также вы должны соединить короткие предложения в более длинные, используя союзы А, НО, И. Здесь 11 предложений. Вы должны объединить их в более длинные. Как видите, здесь короткие предложения. Смотрим внимательно на предложения и думаем, в каких из них возможна перестановка слов или частей предложения, в каких невозможно, почему, что меняется. На этом слайде представлен диалог автора с двумя стюардессами. Перескажите разговор, используя модели из заданий ПЯЦ. Я вам зачитаю. Здесь дверь стюардессы, Бондинка и Брюнетка. Но где место 13А? Извините, пожалуйста, у меня в билете написано место 13А, а в этом самолете его нет, говорю я Блондинке. Минуточку, отвечает она и идет к выходу. Я жду. Стюардесса Брюнетка ждет со мной. Вы часто летаете на самолете, спрашивает она. Да, я уже была в Америке, в Африке, в Азии, отвечаю я. А в Турцию вы летите первый раз? В Турцию? Извините, куда летит этот самолет? Самолет летит в Турцию, говорят стюардессы. Это не мой самолет. Итак, вы прослушали диалог. Теперь для вас задание. Записать эту часть истории так, как вы предсказали диалог. То есть от третьего лица. Обратите внимание, русское высказывание в письменной речи строится таким образом, что новая, самая важная информация находится в конце фразы. Давайте прочитаем эти предложения. Летом друзья окончат военно-медицинскую академию. Вечером мы с братом пойдем на концерт Алсу. Концерт начнется вечером. Родители смотрели этот фильм 3 часа. Многие петербургские бизнесмены мечтают работать в Москве. Лекция будет в 15-й аудитории. На выходные семья поедет в деревню. А теперь задание. Проанализируйте порядок слов в каждом из выделенных высказываний по таким критериям. А. Как расположено подлежащее сказуемое субъекта претикат. Б. Где находятся слова, которые указывают на время, его продолжительность и место действия. В. Сделайте выводы расположения гребельных и пространственных слов в предложениях. Третье задание. Проанализируйте порядок слов в каждом предложении по таким критериям. А. Как расположено подлежащее сказуемое. В. Где находятся слова, которые показывают время, место и продолжительность действия. В. Как вы думаете, как можно объяснить разную грамматическую структуру этих предложений? Первое предложение. Я зачитываю. Они поедут к сестре через час. Они через час поедут к сестре. Второе предложение. Моя мама заканчивает работу в 10 часов. Моя мама в 10 часов заканчивает работу. Третье. Друзья отметят Новый год в китайском астаране. Друзья в китайском астаране отметят Новый год. Четвертое. Мы писали контрольную работу 2 часа. Мы 2 часа писали контрольную работу. Пятое. Эти студенты будут изучать русский язык 5 лет. Эти студенты 5 лет будут изучать русский язык. Напоследок еще одно задание. Наречевую тему в аэропорту. Вы должны писать свою историю на эту тему так, чтобы, во-первых, это была запись в блоге, не более 15 предложений, без названия. История должна быть понятной не только друзьям, но и тем читателям, которые вам не знакомы. Во-вторых, в ней должны быть использованы предложения с косвенной речью и все изученные союзы. На этом я заканчиваю свой видеоурок. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok